Часто после уборки урожая смородина будет выглядеть невзрачно. Старые побеги растопырены во все стороны. Где-то хорошо видны поражения тлёй, другими вредителями и болезнями. Такой куст вряд ли сможет на следующий год обеспечить хороший урожай. Поэтому нужно правильно ухаживать за смородиной, чтобы вернуть силу и способность хорошо плодоносить. Кроме удаления всех невзрачных и старых элементов растения, куст надо подкормить. Делать это можно и органикой, и минеральными удобрениями. Например, для начала можно развести в ведре воды по 1 столовой ложке сульфата калия и суперфосфата, добавить стакан древесной золы и полить по пол ведра под куст. Фосфор и калий любят абсолютно все сорта смородины, и после плодоношения он находится в дефиците. Но хлор куст переварить не сможет, поэтому препараты с хлористым калием я использовать не рекомендую. Через неделю после внесения этого удобрения я рекомендую сделать внесение органики. Смешиваем куриный помет с чистой водой в пропорции 1 к 10. Настаиваем в течение суток, и наше удобрение готово. Перед подкормкой разводим литр такого концентрата на одно ведро воды и льем по одному ведру под каждый куст смородины. Среди народных удобрений очень мощным будет удобрение настоем из картофельных очисток. На ведро воды килограмм отходов. Настаиваем в течение 2-3 дней и поливаем по пол ведра под куст. Остаток жмыха можно прикопать возле кустика. А при очень сильном истощении и стрессе если куст выглядит ужасно, нужно внести нитрофоску и обработать растения по листу препаратом под названием циркон. А если на кусте есть признаки хлороза, то можно внести подкормку из хелата железа. На 1 литр разводим грамм вещества и вносим под куст. Делайте так, и на следующий год плодонос будет потрясающим.